Привет, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Я с 2013 года уже предостаточно зарабатываю, и вот тут какая ситуация. У меня дочка учится в седьмом классе. В классе, не помню точно, 22 или 23 человека. И седьмые классы возят в город-герой Волгоград. И как вы думаете, сколько человек из 22 едут в Волгоград? Я угадала. Я ее сегодня с утра спрашиваю, говорю, наверное, пол-класса едут в Волгоград на 3 дня и 2 ночи, ведь там нужно сдавать 5100 рублей. Да, 10 человек едут, и, конечно же, те дети, чьи родители работают в магните, в пятерочке там или в сферах обслуживания, уборщицами и на дядю и так далее, сказали, да ты что, это половина моей зарплаты или одна треть моей зарплаты? Нет, оставайся лучше дома. Что ваш ребенок видит в этой жизни? Живите здесь и сейчас. И мне еще говорят, что я участвую в лохотроне. Какой лобудой твоя мама занимается? И, конечно же, те дети, чьи родители не дали ребенку эти пять тысяч, сказали, да я уже в Волгограде была. Ой, да что я там забыла? Ой, да я и не хочу. Не хотят без родителей на 3 дня. Еще и на теплоходе у них будет прогулка. Да, конечно, хотят, просто не показывают виду. И те люди, которые мне говорят, что за лобудой ты занимаешься в интернете, это я лобудой занимаюсь, а вы своим детям можете позволить такую путевку. Мы со 2 по 13 июня едем в горы, на море, где пальмочки, солнышко. Да потому, что я участвую в проекте. А вы говорите, что это лохотрон. Можете обслуживать своих начальников и дальше. А девятые классы у нас едут в Сочи. Там, соответственно, будет еще дороже эта трехдневная путевка. Вы позволите своему ребенку? Пусть мой ребенок видит жизнь сейчас. Пусть ездит в разные города. Вот она у меня выступала. Их возили еще в Волгодонск выступать. Это тоже поездка. Один день стоил 1000 рублей. И я могу себе позволить. Но не все дети ездили и не каждый родитель им дал собой. Потому что еще и с собой надо покушать дать в дорогу. Потому что до Волгограда ехать еще часов 6. И с собой еще 1000 рублей надо. Потому что двухразовое питание. И может какие-то сувенирчики купить, магнитики купить. Это тоже стоит денег. Поэтому, друзья, меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Хватит уже сидеть на месте и топтаться. И говорить, что в стране кризис. Кризис у вас вот тут, в вашей голове.